Мы приступим наверное с заточки ножей. Вот у нас вышла с незначительными доработками модель Tessara, на которой мы сегодня и покажем, сейчас покажем заточку бытовых ножей кухонных, которые вы непосредственно столкнетесь, когда вам начнут приносить клиенты. И если вы будете делать это качественно, соответственно поток клиентов ваших будет только увеличиваться. Владимир, я уже, чтобы не терять нашего времени, подготовил нож и соответственно для того, чтобы, я имею ввиду, я его установил в зажим, и для того, чтобы нам начать его затачивать, нам необходимо проверить угол заострения на сторону. То есть это обычный бытовой нож. Соответственно мы его будем затачивать под углом 20 градусов на сторону. То есть соответственно у нас есть электронный угломер, мы его устанавливаем на сюда вот на эту площадку, обнуляем, то есть вот у нас нулевой как бы до 0 и соответственно ставлю сюда. То есть здесь 24 градуса, то есть соответственно я понимаю, что мне необходимо немножко прослабить, немножко прослабить это все мероприятие. Опа! Вот и... Давайте я это держу. Да, пожалуйста. Сейчас я прям буквально... То есть здесь вот эта вот дуга, она у нас опускается. Но также еще можно регулировать с помощью гайки вот этой вот вверх-вниз. Да, но лучше все-таки это делать именно за счет вот этого вот, вот этого вот гаечки. То есть лучше опустить все-таки саму станину, то есть вот эту вот, ну точнее вот эту штангу. И таким образом я все-таки стараюсь ее 21. Продержу. Да, да, да. Чуть-чуть. Сейчас я справляюсь. Я справляюсь сам. 20 градусов. Да, с помощью электронного угломера мы выбираем угол заточки. Да, то есть вот я установил 20 градусов и соответственно так как наш станок оснащен частотным преобразователем, я уже ранее настроил вращение от режущей кромки, установил ленту А65, это лента Трезак. Она у нас есть на складе, то есть вы ее можете также у нас заказывать. Но я объясню сразу, что мы при работе с бытовым ножом используем 3 либо 4 ленты. То есть это А100, А60, А30 и А16. То есть, соответственно, если по зернистостям, которые вам привычны, то есть это начиная с P150 и заканчивая P1100. То есть, ну, дальше мы делаем полировку и режущая кромка соответствует любым ценителям, которые нам пришли с кухонными ножами. Прежде чем начать заточку, я еще хотел бы добавить такой момент, что наша с вами задача в условиях действующей мастерской зарабатывать на заточке инструмента. Таким образом, мы должны себя посвятить не получению какого-то результата, на который нужно тратить очень много времени. И инструмент нам приносит не очень дорогой, из простой стали, не очень, так скажем, хорошего качества. Ну, простые, ну, бывают и хорошие, ножи, конечно, приносят рестораны, кафе. Таким образом, наша задача заключается в быстрой и качественной заточке с повторением этого качества изо дня в день, которому мы приучаем наших клиентов. И, соответственно, доводить заточку ножа до какого-то идеала и закапываться в этом деле в нашем моменте, в бытовом инструменте, мы не ставим перед собой такую задачу. Нет, ну, если человек приходит и говорит, я хочу вам отдать свой нож там и заточите мне его, чтобы режущая кромка резала волос вдоль, ну, естественно, мы это сделаем. Я вам готов заплатить, ну, образно, 5000 рублей. То есть он нам дает, например, сегодняшнюю, ну, образно, да, выручку сегодняшнего дня. Но если мы говорим про бытовые ножи, и человеку достаточно на них работать от начала заточки и до повторного к нам обращения, то есть где-то порядка 2-4 месяцев, и его это устраивает, и платит он нам всего лишь там 10 рублей за сантиметр. То есть, ну, вот здесь вот, да, длина, ну, я примерно так представляю, там, 18 сантиметров. То есть заточка вот такого ножа стоила бы всего 180 рублей. Человек к нам пришел через 4 месяца, но почему бы и нет. Соответственно, мы уже и, ну, то есть, как бы делаем таким образом, чтобы, ну, действительно, как сказал Эдуард, зарабатывать деньги и делать качество. Тем более на этом станке это очень удобно. Сейчас я попрошу вот так вот немножко, да, чтобы на нашем видеооператоре, чтобы было видно и вот эту нижнюю штангу, ну, если это возможно, да, ну, это, естественно, возможно. Да, вот, и, то есть, теперь я, ну, как я и сказал ранее, я настроил вращение от режущей кромки, потому что здесь нужно тоже соблюдать технику безопасности. Если вращение будет идти на, и, не дай бог, мы поймаем перекос, да, то есть самого ножа, то есть самой режущей кромки, мы можем просто срезать ленту. Вот, поэтому возможность станка Тесар позволяет ее делать как, ну, вот я сейчас просто нажимаю. То есть здесь в кадре не видно, Владимир сейчас управляет частотным преобразователем. Вот, здесь я еще раз покажу так, чтобы было видно в камеру. Вот у нас есть частотный преобразователь. Вы можете в мастерской повесить его на стену, присоединить к станку и, соответственно, управлять вращением ленты от себя на себя, аверс-реверс, а также регулировать частоту вращения. Да. Ну, в данном случае я сейчас установил 1000 оборотов, то есть, в принципе, этого достаточно. И, опять же, как бы технология заточки, вот при такой, ну, имея в своей мастерской вот такой вот станок, то есть вы понимаете, что вы сделаете качественную заточку без прижога для, ну, собственно, для режущей кромки, для самого металла. То есть, угол я установил, здесь держатель очень удобный, скольжение идет легкое, и вот таким вот движением мы просто, получается, перекидываем со стороны на сторону, и наша задача выйти на желчень. То есть, вот я... То есть, первой лентой, грубой, мы формируем режущую кромку, да, формируем ее... Да, мы формируем саму фаску, и наша задача выйти на режущую кромку. Да. Потому что ножи, которые вам будут приносить, они поступают после самостоятельной заточки, она не всегда качественная, и поэтому нам приходится формировать новую... Это фаску, да, заново мы восстанавливаем геометрию. Да, восстанавливаем геометрию. Потому что режущие кромки, как правило, бывают очень сильно вогнуты вовнутрь, просажены, и человек приходит и говорит, мне это нужно исправить. То есть, ну, понятно, что самую грубую работу, допустим, мы можем делать на ленте, там, например, P40, либо P80, то есть мы исправляем полностью саму геометрию. Ну, вот я вижу, что на режущую кромку я уже вышел, Эдуард. Да, да, я подержал. Вот, я сейчас выключаю и обращаю ваше внимание, что с недавнего времени компания ADEMS сделала очень удобный на магните кожух, то есть мы его аккуратно снимаем. Теперь мы, ну, на себя тянем рычаг, вот, я немножко тороплюсь, вытаскиваем ленту, меняем на ту, которая нам необходима. В данном случае я, ну, сразу с P240 прыгаю на P600. В принципе, это нормально, то есть я сейчас, ну, тем более ленты новые, я сейчас также устанавливаю ту же скорость, да, под 1000 оборотов. И теперь уже избавляюсь от грубой риски раз и, соответственно, уменьшаю, уменьшаю сам заусенец. То есть я уменьшаю и стойкость заусенца за счет того, что грубый заусенец я уже устраняю более мелким, более мелким зерном ленты. То есть по факту здесь нужно сделать там 3-4 проводки, то есть вот я сейчас, допустим, дотрагиваюсь до режущей кромки и я понимаю, что, ну, комнатная температура. То есть я нисколько не перегреваю сам металл и заточка ножа происходит достаточно быстро. То есть теперь я уже вот сейчас обработку произвел на абразиве P600. Вот, соответственно, сейчас устанавливаю абразив P1100. Да, и можно для наших зрителей показать промежуточный какой-то вариант обработки на двух лентах. Ну, здесь, если мы, конечно, наш оператор сможет, нет, Владимир, к сожалению, он резать еще не будет по той простой причине, что здесь еще торчит достаточно большой заусенец. Вот, я сейчас взял абразив P1100 и сейчас делаю уже такую прям, ну, по факту, для этого ножа это уже по факту почти полировка. То есть как бы у нас базовый абразив был P150, то есть здесь вот если, ну... Ну, и мы должны помнить, что доводить до зеркального какого-то блеска режущую кромку до... не нужно, да, правильно, Владимир? То есть нам нужно оставить некую микро пилу для бытового ножа, чтобы стойкость режущей кромки была выше. Потому что в большинстве случаев у нас происходит работа на кухне, это в протяжку, то есть, ну, редко когда, допустим, человек, купивший бытовые ножи, ну, как бы недорогие, бюджетные. То есть вот я даже сейчас, ну, вот так вот делаю, я вот вижу, что все заусенцы практически у меня остались вот на руке. Далее то, что я делаю, ну, как бы по моему удобству и по моей, как бы, практике, то есть в моей практике я сейчас нашего видеооператора попрошу приблизиться сюда. То есть я использую станок Full Drive, то есть в данном случае здесь сейчас это кожаный круг, ноутбук, да, кожа. И, соответственно, вращение идет также от режущей кромки, то есть перед началом эфира я его подготовил и забил, ну, точнее, нанес на него алмазную пасту 1 на 0. То есть вот таким вот образом, вот, прям сейчас видно, как заусенец слетает, то есть круг останавливается. Я вот могу добавить, да, скорости. И вот таким вот образом, очень аккуратно, очень мягко. Я, ну, уже, скажем так, рука поставлена, я делаю сейчас я, да, вот если с этой стороны, то есть сейчас, ну, как бы, удобство станка, опять же, Full Drive у него есть Averse Reverse. И вот по факту сейчас, ну, если совсем очень близко приблизить, видно, как заусенец просто такой, как длинной волосинкой, он просто слетает. Вот. Ну, и сейчас заключительная полировка. Ну, мы, конечно, не засекли время, да, то есть не брали секундомер, но, тем не менее, то есть сколько вот у меня, ну, как бы, эта заточка заняла, ну, может быть, минут 5-7. Да, сейчас вот я беру лист бумаги и, то есть, вот, вы понимаете, то есть качество, насколько, вот, пожалуйста, вот, ну, можно, если совсем близко, можно положить бумагу на стол, я ее могу порезать вдоль. Вот обычный, простой кухонный нож, то есть, который мы сегодня заточили.